Добрый день, уважаемые зрители! Добрый день, уважаемые участники проекта Совалмаш! Сегодня Совалмаш сделает официальное заявление, но прежде чем мы перейдем к этой части видео, давайте вспомним, какая же основная цель проекта Совалмаш. Итак, основной целью проекта является коммерциализация интеллектуальной собственности в части разработок машин электрических, вращающихся асинхронных, созданных при помощи технологии совмещенных обмоток славянка. И это действительно глобальная, важная, сложная и интересная задача. Но для того, чтобы приступить к ее реализации, необходимо выполнить ряд других задач и вызовов, которые помогут нам в реализации главной цели. Одной из главных таких задач является создание проектно-конструкторского технологического бюро Совалмаш, расположенного на территории особоэкономической зоны Технополис Москва, на площадке Алабушево, вблизи города Зеленоград. И, казалось бы, это всего лишь одна задача. Но на сегодняшний день на реализацию этой задачи брошены практически все силы компании Совалмаш. И в ходе решения этой задачи выполняется ряд других, не менее важных, не менее значимых задач. Давайте же вспомним, что же было нами уже сделано на сегодняшний день. Я думаю, что каждый из вас понимает, невозможно просто так взять и запустить в эксплуатацию ПКТБ. Это сложная структура, где работают инженеры, где каждый день должны проводиться испытания, исследования и создаваться опытные экземпляры, прототипы, а также установочные партии будущих электродвигателей. И для того, чтобы подготовить персонал, для того, чтобы создать методологию работы, по которой будет данный персонал работать, для того, чтобы подготовить технологическую базу, необходимое оборудование, станки, оснастку и так далее, необходимо провести ряд подготовительных работ. Поэтому в связи с этим на временных арендуемых площадях уже были организованы определенные мощности, позволяющие отработать все эти процессы, о которых мы говорили максимально подробно. Создана миниатюра тех мощностей, которые будут разбиты на территории будущего ПКТБ. И все эти работы касаются только разработческой части, технологии, оборудования и кадров. Но для того, чтобы перейти к строительству на территории особой экономической зоны, мы как минимум должны были стать ее резидентами. И именно это событие в 2019 году состоялось. Нами был подписан официальный договор, подтверждающий о вступлении СОВЛМАШ в резиденты особой экономической зоны Технополис Москва. В свою очередь мы получили земельный участок в аренду с последующим правом выкупа. Теперь должна быть подготовленная проектная документация будущего ПКТБ. Это тоже было реализовано. Вся проектная документация была выверена до мелочей, до мельчайших подробностей. И на сегодняшний день это та документация, по которой будет производиться дальнейшее строительство. Но для того, чтобы приступить к строительству, необходимо пройти все государственные экспертизы. Я думаю, многие из вас знают, что это не одна экспертиза, что это та работа, которая занимает огромное количество времени. И на сегодняшний день все государственные экспертизы были пройдены успешно. И вот теперь мы подходим к самому главному. Многие ждали очень важного события для проекта СОВЛМАШ. Была подана заявка на получение разрешения на строительство. Это тот документ, который позволит те мощности, которые были созданы и развернуты на нашем участке земли, а именно строительный городок со всеми временными сооружениями, с пунктами приема пищи, помывочными станциями, всей необходимой инженерной разводкой реализовать в полном объеме. А именно приступить к началу основной части строительства. И только один документ является главным камнем преткновения. И вот на сегодняшний день СОВЛМАШ отработала все замечания, которые к нам поступили. И 15 октября разрешение на строительство за счет труда всех причастных лиц коллектива СОВЛМАШ было получено. Огромная благодарность объявляется сотрудникам отдела капитального строительства, потому что именно эти люди работали на невидимом фронте и добились поставленной цели. Разрешение было получено. Ура, товарищи! Поздравляю всех участников проекта от лица компании СОВЛМАШ. Если вы думаете, что теперь нам станет легче, я думаю, что вы ошибаетесь. Данный документ открывает доступ к бесконечному множеству приключений, которые ждут нас с вами впереди. Но ведь мы этого и хотели, поэтому теперь я попрошу каждого из вас сделать репост данного видео, рассказать об этом друзьям, коллегам и всем неравнодушным к проекту СОВЛМАШ. Каждый из вас может перейти по ссылке, оставленной в описании под данным видео, на официальный сайт mos.ru, официальный сайт мэра Москвы. Далее вам необходимо перейти в раздел «Документы», найти блок «Разрешение на строительство», выбрать пункт «Оформленные разрешения на строительство в 2020 году», открыть 78 страницу и найти пункт «Зилау». Далее читаем «Москва, Зилау, Силино, город Зеленоград, территория ОСЗ «Технополис, Москва», участок номер 16, площадка Алабушева, район Силино, Зеленоградский административный округ города Москвы. Инновационный центр для проектирования, отработки технологии и организации опытного производства энергоэффективных асинхронных двигателей и генераторов с совмещенными обмотками и систем управления ими. Общество с ограниченной ответственностью СОВЛМАШ. Номер такой-то от 15.10.2020. Это официальный источник, на котором вы можете ознакомиться с тем, что разрешение на строительство выдано. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети. Впереди нас ждет очень много работы и нам есть что сказать. До новых встреч! Всем хороших выходных!